Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! Сегодня с вами я, Пашкевич Анна, и в этом видео вы узнаете о таком явлении, как вершинная гниль на томатах. Хотя вы можете сказать, что вы все о ней знаете, но тем не менее досмотрите это видео до конца. Возможно, что-то новое и полезное для себя вы все-таки найдете. Вершинная гниль томатов, к сожалению, может приводить к снижению урожайности в целом на 30%. Как она проявляется? Очень хорошо она видна в первую очередь на томатах с продолговатой формой плода. Как правило, первые признаки о том, что у вас посетила вершинная гниль ваши томаты, это является наличие белой, четко просматриваемой точки на кончике плодов. Затем эта белая точка разрастается, постепенно отмирают ткани нашего плода. И таким образом плод уже не может быть использован в пищу и, соответственно, мы теряем урожай. Существуют три основные причины проявления вершинной гнили на томатах. Первая, самая очевидная, самая распространенная, наверное, все о ней знают, это недостаток кальция. Недостаток кальция в листьях и в плодах. Кальция относится к тем элементам, у которого нет обратного оттока. То есть, если кальций у вас транспортировался в лист, он останется в листу. Если он у вас поступил в плод, то он останется в плоде. Поэтому, когда у нас не хватает кальция, начинает развиваться вершинная гниль. Первую профилактику вершинной гнили необходимо проводить через 15-20 дней от момента высадки рассады в грунт. Затем, по мере того, как у вас будут зацветать цветочные кисти. Начинают зацветать первые две цветочные кисти, проводим профилактику. Начинают зацветать следующая, третья, четвертая кисть, проводим профилактику. И так по мере зацветания последующих кистей вплоть до 8-9, если мы говорим о высокорослых томатах. То есть, с интервалом 1 раз в 1,5-2 недели. Какие кальция, содержащие вещества, вы можете использовать в качестве подкормки? Первое, это кальциевая селитра или кальцинид, который содержит порядка 27% кальция. Делаем рабочий раствор из расчета 20 грамм на 10 литров воды. И проливаем по 0,5 под каждое растение. Но опять же, проливы осуществляем в условиях хорошего увлажнения почвы, чтобы кальций впитался. Также, если мы говорим о кальции, можно его вносить в хелатной форме по листу. Из расчета 5 грамм на 10 литров воды и работаем по растениям. Также есть хелатированный кальций, например, брексил кальций, который можно вносить из расчета те же 20 грамм на 10 литров воды, но проливать под корень. Закономерным будет вопрос, лучше вносить под корень или работать по листу. Конечно, если вы будете проводить обработки по листу, интенсивность всасывания и скорость поступления кальция будет значительно выше, нежели вы будете проводить эти процедуры по корню. Потому что необходимо какое-то количество времени, чтобы кальций из корня поступил к нам, к растениям в плоды и в листья. Если мы говорим про органический источник кальция, то тогда имеет смысл запастись костной мукой и делать вытяжку из этого вещества. Из расчета 50 грамм костной муки заливаем 1 литром кипятка, наставим в течение 5 дней, процеживаем, доводим до объема 20 литров водой и снова проливаем наше растение тем же объемом раствора 0,5 литров под каждое растение. Вторая причина развития вершинной гнили это нарушенный воздушно-водный баланс нашего растения. То есть переувлажненная почва или недостаточно влажная почва в режиме прикорневой зоны. Иными словами, если у нас нет достаточного количества влаги, то кальций просто не будет обеспечен тем путем, по которому он будет поступать в растение. И снова же, если у нас корни будут переувлажненные, то корневая система не будет так активно работать и кальций снова будет заторможенным путем, с низкой скоростью поступать в наше растение или, к сожалению, не поступать вовсе. Поэтому обязательно контролируем состояние земли в прикорневой зоне. Третья причина развития вершинной гнили это высокие температуры и высокая влажность. К сожалению, это явление, оно, наверное, распространено сейчас во многих регионах, в том числе и в Беларуси. Когда температура, дневная температура воздуха доходит до 36-37, соответственно, в теплицах она повышается и до 40, и до 42 градусов. Что происходит в такие дни? Все физиологические процессы в нашем растении затормаживаются или совсем приостанавливаются. И нарушается транспорт, в том числе кальция и наступает кальциевое голодание. Соответственно, развивается вершинная гниль. Для того, чтобы предотвратить повышенный температурный порог вашей теплицы, чтобы максимально его снизить, необходимо прибегнуть к таким агротехническим приемам, как затенение теплицы. Например, Надежда Митченко в своих комментариях рекомендовала использовать в качестве притеняющего материала шамотную глину или садовую побелку. Она промазывала стенки теплицы, особенно с южной стороны, и таким образом снижала солнечную радиацию, поступающую на наши растения. Ирина Долбун рекомендует использовать в качестве притеняющего материала спонбонд, который натягивать необходимо не в самой теплице, а за ее пределами. То есть над ней, с наружной стороны. Таким образом вы исключите возможность развития тех нехороших насекомых, которые могут зимовать, могут накапливаться, могут оставаться в своем бонде, который будет у вас в самой теплице. За это большое спасибо нашим постоянным зрителям. Надеюсь, что в этом видео я еще раз вам напомнила и резюмировала те причины, по которым встречается вершинная гниль в наших теплицах. И наверняка вы поняли, как с ней бороться. Всего вам доброго! Не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписываться. И до новых встреч на канале Про Цветок! Субтитры создавал DimaTorzok